Принципиально новый многоцелевой экспериментальный самолет С-37 «Беркут», построенный на основе так называемых высоких технологий ЛОКБ «Сухого». Руководил этой темой Михаил Погасян. Обратите внимание на необычную форму самолета. Впереди активно управляемое горизонтальное оперение, затем крыло обратной стреловидности. Размах крыльев около 17 метров. Длина самолета более 20 метров. Высота 6,5 метров. Такое крыло дает значительные преимущества. На 30% увеличиваются подъемные силы и аэродинамические качества. А это значит, с теми же двигателями можно увеличить нагрузку на треть. Лучше становится управляемость, а полет одинаково устойчив на разных скоростях. Что касается маневренности, то у С-37 она практически не ограничена. Углы атаки от 0 до 360 градусов. Этой машине под силу любые, самые фантастические фигуры высшего пилотажа. Преимущество вроде бы очевидно. В то же время самолет такой схемы нигде в мире сейчас не летает. Конструкторам не удавалось справиться с так называемой дивергенцией. Разрушением крыла при больших скоростных напорах и мощных порывах по вертикали. У «Беркута», крылья которого на 90% изготовлены из композитных материалов, эта проблема наконец решена. Впервые поднял машину в подмосковное небо и ведет испытания один из лучших летчиков ОКБ «Сухого», герой России Игорь Вотинцев. Он отмечает хороший комфорт кабины С-37 и то, что перегрузки переносятся здесь легче, чем в других самолетах. В течение двух лет проводились испытания С-37 на дозвуковых режимах полета. Проверялись правильно заложенных в конструкцию новых технологических решений. Ведь для этого и создавался С-37 «Беркут». И вот теперь, впервые в мировой авиационной практике, самолет такой компоновки преодолел скорость звука. Так начался новый этап теперь уже сверхзвуковых испытаний «Беркута С-37» прообраза самолета пятого поколения.